КАРТЫ УМКА Как удалось этого достичь? Для этого много людей трудилось над ее созданием. Оттачивались различные алгоритмы. Успех УМКИ предопределило создание автоматизированной системы оплаты проезда в 2016 году. За три года многое изменилось как в самой системе, так и в отношении жителей нашего города к безналичным платежам в общественном транспорте. Каждый день пассажиры городского транспорта активно пользуются предоставленными им возможностями оплаты проезда, а количество безналичных платежей неуклонно растет. Чем обычно пользуетесь при оплате проезда? У меня проездной льготный. КАРТЫ УМКА. Удобно хотя бы деньгами считать. КАРТЫ УМКА. Удобно, потому что не рыться в карманах, не все. Банковская карта. А чем удобно? Безконтактный оплатный, надо мелочи искать. Проездным билетом. Не думать, не гадать, мелочи не надо с собой иметь. У меня льготный. Студенческая карта транспортная. УМКА? Да. Карты в основном. А что у вас за карта? Убербанк. Картой. А какая у вас карточка? Виза. Пенсионная карточка УМКА. Карточкой. А что у вас за карточка? Льготная, пенсионер. Удобно чем-то она вам? Не надо мелочи доставать. К 2018 году на автоматизированную систему оплаты проезда перешли и все коммерческие перевозчики. Каждую единицу транспорта, автобусы, троллейбусы, маршрутное такси оснастили терминалами для приема безналичных платежей. А для осуществления платы как раз и была разработана специальная умная карта, получившая ласковое название УМКА. Всем удобно. Оплатил, деньги лежат, там все оплатилось, голова не болит. Карты УМКА тоже. Да, мелочь можно потерять, неудобно, постоянно нужно искать в целях, чтобы было удобно водителю. Не отвлекаться, да, на мелочи. Думаю, это самое главное. А какая у вас карточка? Городская. Ну, в чем она удобна? Что я кладу на весь месяц определенную сумму и у меня безлимитный проезд. Удобно, экономно, чтобы без дачи, лишние мелочи, лишнего времени. Умная карта доступна нескольким категориям пассажиров. Для рязанцев, имеющих право льготного проезда, существуют карты УМКА с электронным проездным. Школьная, студенческая для учащихся, льготная для пенсионеров и других категорий граждан, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте. Большинство рязанцев считают, что УМКА стала пользоваться особенно удобно после того, как льготная карта стали принимать во многих маршрутках. Узнать такое такси можно по специальной синей наклейке на борту. Зачем расплачиваете с пиратком красоты? Карты УМКА. В общем, мы платим карты УМКА, студенческая у нас карта, и тем самым мы экономим, потому что мы очень часто ездим куда-либо. Карты УМКА. А чем она вам удобна? Удобно, потому что я пожилой человек. Деньги таскать, вытаскиваю. Карты, только карты сейчас. У меня пенсионная, ветеранская. Ну, когда я взяла первый раз карту, в прошлом году, в сентябре, значит, карта стоила, по-моему, 350 рублей. Я наездила на 960. Выгодно? Выгодно. Карточка. А что у вас за карточка? В школе. Дешевле так ездить, чем платить каждый раз за проезд 23 рубля. Что касается оплаты по УМКе с тарифом электронный кошелек, она списывается за каждую поездку отдельно. А пополнять карту можно в любое время по мере расходования средств на сумму до 3000 рублей. Кстати, вместо карты можно использовать УМКО-гаджеты, брелоки и браслеты. Они действуют аналогично карте. УМКО с тарифом проездной билет подразумевает фиксированную оплату раз в месяц, в определенный период. Можно выбрать проездной на один или два вида транспорта. Помимо карты и гаджетов УМКО, проезд сегодня можно оплачивать бесконтактными банковскими картами и смартфонами с технологией NFC. Многие пользователи УМКО оценили удобство пополнения карты. Можно с уверенностью сказать, что в любой точке города в шаговой доступности обязательно будет место, где есть возможность пополнить свою УМКО. Это все точки присутствия ПАО «Сбербанк», терминалы ПАО «Прио-Внешторгбанк» и Киви, банкоматы ПАО «Почта-Банк», ООО «Живаго», отделение АО «Почта России», пункты оплаты коммунальных платежей, ООО «Центр оплаты коммунальных платежей» и ООО «Городские платежи», а также в некоторых киосках АО «Роспечать». С адресами можно ознакомиться на сайте оператора карты УМКО РФ. Пополнить карту можно и не выходя из дома. Непосредственно на самом сайте или через «Сбербанк» онлайн. Доступен автоплатеж. А пополняется как? Через интернет. Через банкомат? Я ее оплачиваю в КВС. Через Сбербанк. Около Барса. Небольшой киоск, где я пополняю все время. В любом отделении почты можно пополнить, а также есть установленные приложения «Сбербанк» онлайн. По мнению пользователей УМКО, пользоваться ей безопаснее, чем банковской картой. Во-первых, в переполненном общественном транспорте есть риск потерять карту, в результате чего можно лишиться крупной суммы денег. Восстановление карты в банке займет в среднем две недели. Если же потеряется УМКО, то восстановить ее можно гораздо быстрее. С транспортной картой, я считаю, есть безопаснее, потому что потеряв банковскую, ее очень сложнее восстановить и еще возможно потерять денег, которые там на балансе. Удобно, безопасно, экономно – вот три кита, на которых опирается оператор особ в своей работе. Он стремится совместно с перевозчиками повысить привлекательность безналичных платежей для пассажиров общественного транспорта. Например, горожанам, пользующимся УМКО с тарифом электронный кошелек, проезд в красных коммерческих автобусах, а это 11 маршрутов, обходится на 2 рубля дешевле. Получается 21 рубль вместо 23. У вас какая УМКО? Городская. Электронный кошелек. А какая у вас карта? УМКО. Городская? Да. На красных автобусах ездите? Знаете, что там есть акция? Конечно. Удобно. Для тех, кто оплачивает проезд банковской картой, возможность экономить на оплате проезда дают совместные акции с платежными системами. Первая акция, направленная на снижение стоимости проезда, была от визы под названием «Проезд дешевле с картой виза». Владельцы этих банковских карт платили за поездку на 2 рубля меньше. Следующая акция была представлена платежной системой «Мир», которая позволяет своим клиентам экономить целых 4 рубля с каждой поездки, оплаченной бесконтактной банковской картой «Мир» любого банка. Карты «Мир». Сейчас в маршрутках акция проходит, что 19 рублей стоит оплата, мест 23. А так как я студент и очень часто езжу от одного корпуса до другого, это довольно удобно и выгодно. Карты «Мир». Чем удобна скидка? Обычную карту «Мир» PayWave. А чем она вам удобна? Ну, проезд дешевле по карте «Мир» на 4 рубля, соответственно. Ну и вообще удобнее без мелочи. По карманам. Ну, в основном наличными. Иногда по карте, да. А по какой карте расплатили? Ну, я Свердбанк «Мир». Картка «Мир» 19 рублей пользовалась. Есть в этом плате дешевле? Есть. Ну, там сейчас даже на 4 рубля дешевле по определенной карте. Знаю. Если кто пользуется определенными видами карт, я думаю, это удобно. Хорошая акция. Сейчас я сплачусь с «Миром». А чем она вам удобна? Прямо что скидка идет. Карты. А что у вас за карта? «Мир»? Мне вот удобно. А чем? Ну, то, что проезд в «Моне» 19 рублей идет. А так он 23. Водители маршруток и кондукторы в муниципальном транспорте отмечают, что приложить карту к терминалу гораздо удобнее, чем считать принятые от пассажиров деньги и искать сдачу. Обслуживание стало проходить быстрее, что выгодно всем и водителям, и кондукторам, и самим пассажирам. Нельзя не сказать о безопасности вождения. Водителям теперь приходится меньше отвлекаться от управления транспортом. А значит, риск попадания в ДТП стал меньше. Это очевидный плюс для всех сторон. Что касается перевозчиков, изначально не все с энтузиазмом восприняли нововведение в виде особ. Однако теперь, спустя время, и они оценили удобство безналичной платы за проезд. Несмотря на изначальные расходы коммерческих перевозчиков на покупку и установку терминалов, в конечном итоге они оказались в выигрыше. Во-первых, платежи стали прозрачными, и перевозчик теперь может не опасаться, что часть выручки осядет у водителя в кармане. Во-вторых, с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к 54-му федеральному заколу, обязывающей всех предпринимателей использовать контрольно-кассовую технику для осуществления расчетов с клиентами. Для рязанских перевозчиков это нововведение не стал катастрофой, как во многих других городах. На базе уже работающей особ перевозчики смогли оперативно и с минимальными затратами скорректировать свою работу так, чтобы все соответствовало букве закона. За три года автоматизированная система оплаты проезда сделала большой скачок вперед. Начиналось все с муниципальных автобусов и троллейбусов, с 25 киосков продажи и пополнения карты. Сегодня же к системе подключено 100% общественного транспорта города, а пополнить карту можно более чем в 1200 пунктах. Проездной по карте Умка действует во многих маршрутных такси, а на 11 маршрутах с умной карты проезд дешевле. Карточка льготная. Удобно. Не нужно ни за деньгами, ни мелочи, ничего. Показал все. Я работающий пенсионер, поэтому мне по делам приходится несколько раз в день ездить. Если я за наличку буду, у меня выйдет просто больше 360. А это мне дает право ездить столько, сколько нужно. Безопасность водителей, безопасность пассажира и меньше времени это занимает студенческое. Это очень удобно выходит. Гораз дешевле, проще и вообще очень классно это все придумали. А чем она вам удобна? Тем, что мы платим, получается, мы экономим деньги. Экономим денег, да. Я ездил на красных автобусах и там действительно 2 рубля дешевле. Силанная карта льготная. Умка? Да. Если каждый день, допустим, я еду куда-то, то естественно я плачу. Если наличкой платить дороже, а это все-таки. Но она льготная просто у меня. А если нам отменят льготный проезд, то, конечно, будет хуже. Система автоматизированной оплаты проезда продолжает совершенствоваться. И если за три года сделано уже столько, то нет сомнений, что и дальше она будет только улучшаться. Чтобы узнать, как рязанцы оценивают карту Умка, мы опросили довольно большое количество рязанцев. Совершенно ясно одно. Умка изменила жизнь горожан в лучшую сторону. Ведь с ней стало удобно, безопасно и экономно. Субтитры создавал DimaTorzok